Продолжение следует... С вами Ольга Возовикова. Здравствуйте. О главных новостях этого дня. Госавтоинспекция Тувы проверила городские маршрутные такси к новому учебному году. В Красноярск статам подготовлены пресс-выпуски об изменении потребительских цен на товары школьного ассортимента в Красноярском крае Республики Хакасия и Туве в июле 2017 года. Об этих и других новостях подробнее прямо сейчас. До начала учебного года осталось две недели. Вопрос безопасности перевозки детей всегда стоит очень остро, так как большинство детей добираются до школы на маршрутках и автобусах. Так, в рамках рейда маршрутка дорожные полицейские Кызылы проверили готовность городских транспортных средств к перевозке детей. Это улица Красноармейска, на которой расположены две школы Кызылы. Первая и пятнадцатая. Как видно, здесь обновленный пешеходный переход, ограждения и светофоры формы Т-7. Несмотря на то, что вдоль дорог установлены соответствующие предупреждающие для водителей дорожные знаки «Осторожно, дети, избавь скорость», на деле от самих детей, переходящих проезжую часть, можно ожидать чего угодно. В дорожно-транспортных происшествиях, происходящих с участием детей, виноваты как водители транспортных средств, которые превышают скоростной режим, не пропускают пешеходов. Также и дети, которые внезапно выбегают на проезжую часть, переходят дорогу вне зоны пешеходного перехода. Зачастую бывает так, что в ДТП страдает ребенок-пассажир, который перевозится в транспортном средстве без специального детского удерживающего устройства. К сожалению, родители таким необходимым и очень важным предметом, средством передвижения пренебрегают, что приводит к травматизму. Дети зачастую становятся эпицентром ДТП. Многие взрослые сами являются примером для своих чад, пренебрегая правилами поведения на дорогах. Бывают случаи, что школьники, добираясь до дома или учебного заведения, прямо в общественном транспорте получают травмы. Ни для кого не секрет, что маршрутные такси в часы пик переполнены и во многих случаях детей заставляют ехать до места стоя. Уважаемый водитель, обратите внимание, у вас шина лысая, вы их, пожалуйста, поменяйте, потому что это может привести к дорожно-транспортному происшествию. Это китайская хорошая резина, а сейчас на зимнюю поменяем. Ну, пожалуйста, устраняйте хорошо вот это вот нарушение. Сейчас, счастливого пути. По итогам рейда не все маршрутные такси оказались готовы к новому учебному году. Однако, проверка общественного транспорта лишь верхушка айсберга, говорят сотрудники госавтоинспекции. Родителям также стоит обратить внимание на обучение детей правилам безопасного поведения на дороге, что в разы может уменьшить тяжелые последствия и возможность попадания ребенка в ДТП. Так, по данным дорожных полицейских, за 7 месяцев текущего года произошло 25 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Один ребенок погиб. Чинчи Самбуга, Буяна Юн, телекомпания «Новый век». Тему детской безопасности мы продолжим в рубрике «Гость в студии». Сегодня мы поговорим о детском травматизме. Гость в студии, старший инспектор отделения организации деятельности по делам несовершеннолетних МВД Патуве Майя Булереш. Майя, здравствуйте. Здравствуйте. Дети – это дети, они находятся постоянно в движении. И не всегда получается у родителей следить за ними 24 часа в сутки. Сегодня мы постараемся вместе с вами дать рекомендации родителям, как же все-таки уберечь своих детей от детского травматизма. Но давайте сначала определимся, что является детским травматизмом. Травматизм – это совокупность травм, полученных в определенной группе населения, определенный промежуток времени. Травматизмы бывают бытовые, уличные и так далее. Давайте разберемся, что относится к бытовым. Ну то есть это, наверное, травмы, которые ребенок получает дома, в стенах своего… Дома. Ну это получение ожогов, когда ребенок выпал из окна, когда ребенок, находясь без присмотра родителей, употребляет там какие-то инородные средства. Ну и чаще всего это у нас жидкости для мытья посуды, вот последний случай у нас… И химические средства, да? Да, химические средства, лекарства, когда без доступных местах оставляют взрослые и ребенок употребляет. Ну в большей степени это ожоги. Хорошо. А к уличным? Уличные – это когда ребенок без присмотра родителей получает травму на улице. У нас это, ну допустим, идет купаться один или с соседними малолетними детьми, или играя, получает на улице или во дворе травмы различные. Шел-шел-упал. Примерно так. Хорошо. Какова статистика? Вот в бытовых условиях, получается, дети у нас в Туэе больше получают ожогов. А на втором месте какие травмы? Да. Но именно если брать статистику этого года, у нас участились случаи утопления детей на водах. Это в летнее время? Это в летнее время. И всего у нас было зарегистрировано за этот летний период 8 случаев утопления детей именно на воде. Во всех ли случаях дети в это время были одни? Или присмотр родителей тоже имел место быть? Никак нет. Во всех случаях дети были без присмотра взрослых лиц, самостоятельно, ну и с группой несовершеннолетних. Какой возраст у этих детей? Самому маленькому 3 года. Этот случай был в селе Байхак Тантинского района. Ребенок без присмотра родителей, с малолетними детьми, такого же возраста, 3-4 лет, играли на улице и во время игры упал в колодец и утонул. Ну и самому старшему 15 лет. В городе Козель, в реке Енисею, утонул. На кого возлагается ответственность в этом случае? В подобных случаях? Ну в подобных случаях, если это с летальным исходом, тут предварительная проверка проводится сотрудниками Следственного комитета. Но в большей степени здесь будет вынесено отказной, потому что тут состава преступления как такового не усматривается. То есть получается, что родитель в этом случае практически не несет никакой ответственности, кроме моральной. Так точно. Хорошо. Давайте поговорим все-таки о мерах профилактики. Наверное, это более важно. Рассказайте о самых... Давай еще раз. Вот с вопроса. Давайте поговорим о мерах профилактики. Наверняка это очень важно. Какие сейчас предпринимают ваши подразделения? В селях профилактики детского травматизма нашим министерствам и непосредственно нашим подразделениям принимается очень много работы. Это в первую очередь информирование населения о безопасном поведении, о бдительном поведении, бдительном обращении к несовершеннолетним, если они обнаружат таких несовершеннолетних на улице или рядом с озерами, реками. А давайте прямо сейчас скажем, куда необходимо обратиться в случае, если вот увидели такого безнадзорного ребенка, например, на озере. Куда необходимо позвонить, что сделать? На озерах или вот рядом, в большей степени у нас возле реки Енисея дети очень часто без присмотра взрослых купаются. У нас ежедневно на охрану общественного порядка задействуются сотрудники, это по набережной обязательно порядка сотрудники выставляются. Патрулируют местность? Да, патрулируют. И есть добровольные народные дружины, выставляются туда. Вот именно к ним можно обратиться. А если вот дети именно такого возраста, который понимают самое, просто к ним обратиться, да, обратиться и предупредить, что вот небезопасно здесь находиться самостоятельно. Их просто рекомендовать им, чтобы они удалились. Интересно, а всегда ли дети следуют советам народных дружинников, инспекторов? Ну, если это человек в форме, если это взрослый человек будет обращаться, конечно, это в моем случае тоже такое было, что вот набережной мы патрулировали, дети, трое детей, рядом велосипед без присмотра был оставлен, купались, мы обратились, они сразу же удалились. Какие еще меры профилактики проводите? Может быть, акции какие-то выездные по безопасности на воде? Ну, это у нас ежегодно проводится совместно с субъектами системы профилактики нашей республики. Это социальные службы, учреждения здравоохранения, педагоги школ, ну и МЧС, сотрудниками МЧС у нас проводится. В связи с участившими случаями несчастных случаев у нас даже была объявлена акция «Месячник безопасности» с правительством, тоже вот именно по квартирной адресные обходы были сделаны в дома с предупреждением родителей, что... Интересно, а как вы выбираете, в какую квартиру нужно зайти, а в какую не нужно? Создаются рейдовые группы и распределяются по участкам. Ну и через... Вы пытаетесь охватить практически всех, или это только дети, семьи, например, с многодетными семьями? Да, ну, группа риска, да. Ну, в большей степени, конечно, внимание определенное именно таким семьям группы риска, или неблагополучные семьи, да, социальные неблагополучные семьи, малолетние с детьми. Ну, да, в большей степени таких... Ну, это все социальный паспорт, в каждой администрации, в каждой суммонной администрации имеется, и вот так создаются рейдовые группы. Ваша работа видна и важна, безусловно, проводит работу школа, детские учреждения. Но что вы можете порекомендовать родителям сделать, либо, может быть, сказать в рамках своей семьи стен своего дома? Ну, сохранение здоровья ребенка — это задача каждого родителя. Каждый родитель должен осознавать, что создание безопасных условий для воспитания, для содержания своего ребенка — это задача взрослых лиц. И поэтому, когда вы находитесь дома или оставляете под присмотр малолетних детей, там, допустим, у родственников или у бабушек, дедушек, да, это у нас в большей степени, то, пожалуйста, проведите профбеседу с такими людьми, которые вы оставляете. Ну, и желательно, чтобы контролировать, звонить им, узнавать, как у них дела. Что происходит? А во время вот такой профилактической беседы на что вы порекомендуете родителям обратить внимание? Может быть, отдельно поговорить о розеточках небезопасных или там о предметах, которые могут нанести у души или еще что-то? Ну, именно розетки у души, слава богу, у нас в этом году никак не было. Вот именно ребенки, когда выпали из окон, получили ожоги, вот таких случаев очень много. Не лазить по окнам и не трогать горячие окраины. Да, не оставлять горячие плитки, там, чайники, горячую кастрюлю в доступных местах для детей. Вот если оставляете у дедушки или бабушки своих детей, то вот надо предупреждать их, чтобы они все это следили. Спасибо большое. Ну что ж, я надеюсь, что после нашей беседы таких случаев детского травматизма станет гораздо меньше. Благодарю вас, что нашли время и пришли в нашу студию. Напомню, что вместе с нами сегодня гостем в студии была старшая инспектор отделения организации деятельности по делам несовершеннолетних МВД Патуве Майя Булереж. До встречи. Красноярск. Статом подготовлены пресс-выпуски об изменении потребительских цен на товары школьного ассортимента в Красноярском крае Республики Хакасия и Туве в июле 2017 года. Приведены данные об изменении цен на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, а также обувь, детскую одежду для детей школьного возраста. Также указаны товары, на которые наблюдается наибольший прирост цен. В июле 2017 года по отношению к прошлому году цены на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары в Туве выросли на 9%, обувь детскую на 7,8%, одежду для детей школьного возраста на 8,9%. Наибольший прирост цен наблюдается на учебнике, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы – 20,5%. Из одежды и обуви для детей школьного возраста на джемпер – 20,6%. Юбка для девочек из полушерстяных тканей – почти на 12%. Костюм спортивный и кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи – 11%, соответственно. И о курсах валют. Доллар сегодня стоит 59,25 рубля, евро – 69,65 рубля. Далее короткая реклама, не переключайтесь. Сумки в роддом, подушки для отдыха, магазин для будущих и кормящих мам 9 месяцев. Теперь еще ближе к вам. Чульдум 31, торговый центр Алексеевский, второй этаж, отдел 50. КОНЕЦ Не верите своим глазам? Не верю. Пора поверить. В РБТРУ школьная распродажа. Так, при покупке трех и более единиц встраиваемой техники «Электролюкс» набор посуды в подарок. РБТРУ Далее вы увидите дайджест новостей, где собраны самые интересные события уходящей недели. Самым масштабным мероприятием прошедшей недели стал «Надом-2017». В местечке Тузбулак прошел чемпионат республики по конным скачкам. Всего в скачках приняли участие около 400 всадников по разным дистанциям – 10, 20 и 40 километров. Третье место занял «Рыжий конь» Аяса Мангуша из села Шамбалы Козелского района. Приз – 50 тысяч рублей. Второе место занял «Темногнедой конь» Шарана Кулара из села Шеми Дзунхемческого района. Приз – 100 тысяч рублей. И первое место занял «Рыжий конь» Анатолия Андара из села Баентала Дзунхемческого района. Приз за первое место – автомобиль марки «Лада Гранта». Параллельно со скачками прошел республиканский этап первого международного фестиваля «Тувинская баранина». 16 участников со всех уголков региона собрались, чтобы показать свое мастерство в изготовлении блюд из баранины. В кулинарный бой вступили местные повара из регионов России и зарубежья. Фестиваль прошел в два этапа – региональный и международный. Третье место получила борчья Юлдашева из Новосибирска. Второе место у Константина Минеева из Уфы. А лучшим из лучших признан повар из Тувы Руслан Чашоу, представлявший кафе «Белдер Кейжи». Главный приз – 50 тысяч рублей. В Туве появился Союз молодых животноводов. Учредительное собрание состоялось 14 августа в Доме правительства республики. Общественная организация поможет объединить сельскохозяйственную молодежь. Основной целью Союза является создание благоприятных условий для осуществления и развития деятельности молодых животноводов и других участников агропромышленного комплекса республики путем удовлетворения потребностей внутреннего и внешнего рынков качественными продуктами питания, работой и услугами. В Президиум Союза вошли молодые животноводы из Кызылского, Улухемского, Тандынского и Пехемского районов. Также в рамках праздников прошел традиционный съезд животноводов Тувы. На районы Тувы представили 160 делегатов. Впервые участвовали представители этнических тувинцев из Монголии. Пять делегатов съезда получили государственные награды. Почетная грамота главы республики вручена чабану Моптургалова в Юрского района Алдынову Дангаку и начальнику Кошагачской районной станции по борьбе с болезнями животных республики Алтай Жанару Баяндинову. Почетное звание заслуженной животновод республики Тува присвоено главе личного подсобного хозяйства села Чахоль Александру Санду и чабану племенного овцеводческого хозяйства Деспент из Хемского района Орлану Айдупу. В рамках съезда семи чемпионам на дыма 2017 года по разным номинациям вручены сертификаты на приобретение солнечных электростанций. В этом году клуб тысячников пополнился. Удостоверение чабанов-тысячников получили семь чабанов. Побороться в национальной борьбе на поле стадиона Хурир собрались 240 борцов. После упорной схватки определилась четверка лучших. Это Айдемир Мангуш, Слдис Мангуш, РС Карасал и Саин Белек Тулуш. В финальной схватке встретились РС Карасал и Саин Белек Тулуш с государственным титулом «Слон». Последний и стал победителем чемпионата. Это третья его победа в надыме. Главный приз – автомобиль. Ко дню республики в Козыле открылся многофункциональный центр для бизнеса. По результатам конкурсного отбора в декабре прошлого года в тестовый проект Минэкономразвития России по открытию МФЦ для бизнеса вошли 39 участников, среди которых и Республика Тыва. В рамках государственной программы экономическое развитие и инновационная экономика правительство региона защитило проект на сумму около 12,5 рублей. Всего новое МФЦ будет осуществлять более 130 бесплатных государственных и муниципальных услуг и 68 платных услуг. Предпринимателям из числа лиц с ограниченными физическими возможностями предоставят отдельные льготы. Также в этом году в районах республики на базе действующих МФЦ появятся свои бизнес-окна. 14 августа в скульптурном комплексе Центр-Азии прошло открытие второго международного фестиваля «Хууми» в Центре Азии, участниками которого стали более 200 музыкантов из 14 стран мира. В рамках фестиваля состоялась конкурсная программа «Дэмбилдэй-2017» и «Хууми» в современной интерпретации. В музыкально-драматическом театре республики прошли репетиции конкурсантов, где сошлись представители популярной музыки и музыкальные авангардисты. В номинации «Хууми» в традиционном исполнении соло обладателем Гран-при стал Мирген Кулар. В этой же номинации среди музыкальных коллективов лауреат первой степени ансамбль «Эзенги». Также лауреатом первой степени, но в номинации «Хууми» в современной интерпретации стал Каичи Макигами из Японии. Второй международный фестиваль «Хууми» в Центре Азии посвящен памяти кангаролу Андару. Ознаменовался фестиваль тем, что состоялось открытие бронзового памятника народному «Хууми-Жи». Всего на памятник потрачено полтора миллиона рублей. Бронзовый памятник отлет в мастерской бурятского скульптора Александра Миронова по эскизу тувинского скульптора Александра Айдупа. Вдовава клонируется сделать аллею «Хууми-Жи». С местом пока не определились. Впоследствии памятник будет установлен на аллее. Также состоялся концерт воспоминаний. В имени кангарола звучит тувинский «Хууми». Почтить память великого «Хууми-Жи» пришли друзья, родные, коллеги, именитые и начинающие исполнители горлового пения, а также гости фестиваля из ближнего и дальнего зарубежья. В завершении выпуска о погоде в течение суток 19 августа местами по республике ожидаются сильные дожди, грозы, шквалистые усиления ветра до 18 метров в секунду. Днем 19 августа местами порывы до 20 метров в секунду возможен град. В Кызеле облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь, возможно гроза. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Днем порывы до 15 метров. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов. Днем плюс 19, плюс 21. На сегодня это все. Эфир продолжит программу «Скажем, покажем». Всего вам доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова